За Россию, за народ, спасающих всегда в мир идёт, всегда спасающие люди единцы, где они непобедимы. С максимальной ответственностью ребята из детского сада номер 9 представляют свой отряд юных спасателей главнокомандующему. Малыши упорно тренировались, чтобы сегодня продемонстрировать свои скорость, силу, ловкость и находчивость. Военно-патриотическая игра «Зарничка» уже много лет проходит в Сарове на базе детских садов. В «Зарничке» мы формируем у детей быть активным гражданином своей Родины, развиваем физические качества, такие как ловкость, быстроту, меткость, выносливость, как быть лидером в своей команде, дружно выполнять все свои движения в эстафете. В этом году в «Зарничке» участвовали 20 детских садов, более 132 детей. Маленьких спортсменов много, поэтому состязались ребята по подгруппам в один этап. Каждый день на базе определённого дошкольного учреждения проводились соревнования. В «Гвоздичке» демонстрировали свои способности командой детских садов номер 9, 29, 37 и 30. Преодолеть переправу, попасть точно в цель, оперативно спасти раненого. Задач перед юными патриотами стояло немало, но со всеми они успешно справились. По итогам всех состязаний победителями стали сразу две команды – спецназ и юные спасатели. «Мы очень долго готовились, и мы рады, что мы победили. Нам понравились все, но ещё сильнее переправа». «Мне очень понравилось участвовать в этих соревнованиях. Они развивают и силу, и ловкость, и выносливость». «Наша команда называется не просто юные спасатели, а когда мы вырастем, мы будем защищать нашу страну от врагов». «Нам сильно понравилось, мы хотим ищем ищем». Победители и призёры получили грамоты от Департамента образования. Не обошлось и без сладких презентов для маленьких бойцов. Дарья Козина, Евгений Шикрив, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.